Доброе время суток всем! С вами Ирина Ошнурова. И сегодня в этом маленьком видеоуроке мы с вами попробуем сделать самую простую презентацию в программе Microsoft Office. Я думаю, что эта программа установлена у всех и соответственно мы с вами ее находим. Находится она во вкладочке Все программы. Находите здесь Microsoft Office и именно в этой папочке у нас есть программа Microsoft Office PowerPoint. Именно эта программа нам с вами и нужна для создания презентации. Открываем ее. Когда вы открыли программу, у вас есть там уже какие-то слайды, которые подсказывают вам, как работать. Многие люди немножко не понимают то, что написано там. Поэтому я вам в видеоуроке покажу. Убираем ненужные нам слайды. Нажимаем правой кнопкой мышки и строка удалить слайд. Мы убрали. Далее нам необходимо создать новый слайд. Вот эта иконочка мы создаем слайд. Выбирайте пустой слайд. Вот он у вас выходит. Если он у вас больше, чем формат экранчика, у нас с вами есть здесь масштабирование во вкладочке вид. И нажимайте вписать в окно. И у вас выйдет именно вот такой формат вашего слайда. Чтобы добавить дополнительные слайды, делается очень просто. Вот на этом поле нажимаете правую кнопку мышки и делаете создать слайд. Создаете их столько, насколько вы готовы сделать свою презентацию. Допустимое количество файлов у нас здесь приличное. Поэтому можно сделать сколько угодно. Переходим к первому слайду. Сразу хочу сказать. Для того, чтобы сделать презентацию, вам необходимо иметь какие-то заготовленные картинки. Которые вы будете вставлять. Потому что без картинок презентация просто с написанием текста. Она не выглядит эффектно, красиво. И мы с вами будем делать все-таки картиночки. Будем ставить текст. И сделаем простую презентацию. Сначала мы перейдем с вами на вкладочку дизайн. Потому что вот этот фон, который здесь присутствует, он просто белый. Нам хотелось что-то бы сделать более интересным. Есть предложенные варианты вот на этой вкладке. Вы можете поменять и посмотреть, как это будет выглядеть. Видите, да? Меняются форматики, фон наш. А также мы с вами можем вернуться к нашему белому фону. И обратить внимание на стиль фона. У нас здесь тоже есть вкладочки. Мы можем выбрать, допустим, тот, который надо. Еще хочу сказать, что здесь вы можете еще и загрузить свой фон. Обычно это подходит для презентации, если это какие-то поздравительные. Там с 8 марта. Потому что из этой презентации можно сделать замечательный ролик. И чтобы загрузить фон, вам необходимо выбрать формат фона. Выбираете формат фона. Выбираете здесь вот рисунок или текстура. Нажимаете фон, нажимаете файл. И выбираете у себя на рабочем столе, либо на своем компьютере, фон, который вы бы хотели поставить. Вот у меня есть бесшовные фоны. Сейчас мы посмотрим. Может быть, что-то мы из него подберем. Давайте посмотрим вот этот. И применить ко всем. И закрыть. Вы видите, у нас с вами поменялся фон. Мы поставили полностью на всех слайдах именно такой фон. Можно не применять ко всем. Можно изменить. Сделать немножко, значит, по-другому. Опять же, мы переходим в формат. Мы можем сделать к одному слайду, допустим, один фон. К другому слайду мы можем сделать другой фон. Вот мы закрываем, да. Переходим к следующему слайду. Мы видим, что он у нас другой. И опять идем в формат фона. Опять рисунок или текстура. Выбираем файл. И, допустим, делаем вот такой фон. Видите, на двух слайдах у нас разные фоны. Если вам это интересно, и вы подберете себе фон для презентации, естественно, вы можете поставить его любой, тот, который вас устроит. Мы переходим далее. И будем с вами здесь уже выставлять картинки. Давайте, значит, перейдем на вкладочку «Вставка». Так как у нас делаем мы самую простую презентацию. И посмотрим, что нам можно здесь сделать. Давайте сверху сделаем такой в виде небольшого баннера. Такую заставочку. Нажимаем на фигуры. Да. Выбираем прямоугольник. Зажимаем мышку. И рисуем. Вот мы нарисовали с вами. Переносим и растягиваем. Вот такого формата у нас с вами получилась вот эта вставочка. Что с этой вставкой можно сделать? Обратите внимание, вот здесь вот есть средство для рисования. Вот прямо вверху, да? Нажимаем. И мы видим, что здесь мы можем поменять, во-первых, цвет. На тот, который нам будет более интересен. Мы можем поменять с вами контур. Допустим, можно оставить вот такой. А также мы можем применить какой-то определенный шаблон. Видите, у нас меняется цветовая гамма. Перелистываем ниже. Можно сделать с такой рамкой. Видите, да? Далее мы можем применить вот такие вот таблички. Такой формы разной. Какие бы нам были, они немножко такие, как объемные даже кажутся. И вот такие вот. Вот эта вот интересная такая картиночка. Мы ее оставим. Вот. У нас появилась с вами уже сформированная такая страничка нашей презентации. С яркой картиночкой. Что мы можем дальше здесь сделать? У нас есть экспресс стили. Мы здесь можем что-то с вами еще и написать. Когда мы нажимаем правой кнопкой мышки, у нас выходит вот такое окно. Именно вот на этой вкладочке в виде баннера вверху. И есть такая строка «Изменить текст». Нажимаем. У нас появляется курсор. И мы пишем. Допустим, моя первая презентация. Так. Мы написали. Мы видим, что это маленький шрифт. Мы его выбирали с вами в стилях. Вот такого формата он у нас был. Вот. Мы можем его увеличить. Переходим на главную страничку. И вот здесь, вот выделив, прежде всего выделив этот текст, вот таким как под копирочку, да, как мы обычно это делаем. Можем выбрать ему, во-первых, шрифт. Давайте посмотрим. Шрифтов здесь очень-очень много. Поставим вот этот шрифт. И выбираем размер. Вы видите, да, вот у нас увеличивается размер. Давайте оставим его вот в таком вот формате. Если вам не нравится, как это выглядит, вот такой вот, да, шрифт у нас. Идем опять в средства для рисования. Выбираем экспресс стиле. И смотрим, как мы можем это все поменять. На более яркую, на более крупную. Ну, давайте сделаем, чтобы было более так видно. Вот так вот. Вот так вот у нас, допустим, это все выглядит. Что дальше мы можем сделать именно с этой страничкой? Переходим на вкладочку «Вставка» и нажимаем на вкладочку «Рисунок». И выбираем ту папочку, в которой у нас были подготовлены какие-то слайды. И, допустим, вот у меня есть слайды, и я его поставила. Картиночка вернее. Картиночку вы можете растянуть полностью на всю страничку внизу. Она может у вас занимать полностью все место. Можете сделать ее, естественно, поменьше, чтобы она была вот так вот выглядела. А также выбрать ей определенное оформление. Смотрите. У нас здесь есть также предложенные рамочки. Можете поставить тень. Можете сделать отражение. Хотя это не совсем удобно. Большей частью используют либо вот этот формат. Видите, как он немножко теневой. Как будто бы картиночка так у нас выпирает. Чуть-чуть сюда выходит. Либо, значит, уже применить какую-то рамку. Посмотрите и выберите для себя то, что вам понравится больше. Что вы бы захотели применить у себя на презентации. Вот так у нас ставятся картинки. Но для того, чтобы у нас была презентация немного понятная не только для партнеров, но и для нас самих, нам нужна какая-то подсказка. Подсказка на каждой страничке для того, чтобы вы знали сами, о чем вы рассказываете, показывая эту страничку своим партнерам, либо настоящим, либо будущим. И чтобы партнеры понимали то, что вы говорите и то, что хотела донести до них эта картинка. Давайте перейдем к следующему слайду и посмотрим. Вот он у нас с вами пустой. Если вам хочется, чтобы вот это оформление верхнее было и на следующей страничке, вы можете сделать элементарно просто. Нажимаете правой кнопочкой мышки, выбираете строку копировать, переходите к следующему слайду, правая кнопка мышки и нажимаете вставить. Вот видите, да, у нас появилось опять же оформление вот именно вот этого верхнего виде баннера. Сюда мы также с вами можем вставить картинку. Любую картинку, какая вам понравится. Вот, пожалуйста, мы вставляем картинку, мы можем ее подрастянуть, опять выбрать ей какой-то, значит, дизайн, придать ей какой-то вид. И, соответственно, таким образом у нас с вами уже организуется какая-то презентация. Как же сделать нам подсказки? Для этого нам необходимо вставить текст. Смотрите, нажимаем вставка, и здесь у нас есть надпись. Нажимаем надпись. Вот таким образом выделяем и начинаем писать. Допустим, то, что вам необходимо написать именно к этому слайду. Можете написать все, что угодно. Я тут картинку такую поставила. Время не любит, когда его тратят пустую. Генри Форд. В принципе, уже вот к этой картинке совершенно нечего добавить. Поэтому давайте перейдем к предыдущей и посмотрим. Вот я ее чуть-чуть уменьшаю, передвигаю, потому что это все двигается. Просто мышкой зажимаете. И сейчас мы здесь что-нибудь напишем. Раз мы написали, значит, моя первая презентация, я просто напишу. Я написала просто свое имя, фамилию, что это моя презентация. Сейчас мы с вами это можем выделить. Мы можем также поменять шрифт. Мы можем поменять размер чуть-чуть побольше сделать. Мы можем поменять с вами цвет. Также можем сделать это жирно. Мы можем курсив поставить. Подчеркнуто сделать. Уберем сейчас все лишнее. Здесь вы можете выделить текст. Он будет как будто такой оттененный снизу. Это очень удобно. Ну и, соответственно, как я вам сказала, уже можете поменять цвет и сделать его таким, каким вам надо. Вы можете на первой страничке также указать свой скайп, как ваши контактные данные. И продублировать это на все остальные странички. Как это делается? Опять же, вот у нас выделено. Нажимаем правой кнопкой мышки. Нажимаем копировать. И переносим вставить. Далее на пустой вставить. И вот таким образом мы с вами это делаем. Вот в принципе, в принципе, я вам хочу сказать, вы можете сделать достаточное количество слайдов. Каждому слайду вы должны подобрать картинку. Каждому слайду вы должны подобрать определенный текст, чтобы людям было понятно, о чем презентация. Я вам уже об этом говорила. Пример презентации я вам могу показать не один. Сейчас вот я открою и покажу, как может выглядеть готовая презентация. Смотрите, пожалуйста, вот на каждой страничке есть определенный текст. Замечательно. Так, далее еще покажу презентацию, где также на каждой страничке вы будете видеть определенный текст. Вот. У нас есть подсказочки, о чем мы с вами будем говорить, когда проводим эту презентацию. Что необходимо сделать дальше? Это самые простые варианты. Мы делаем самую простую презентацию, но у нас есть также еще и управление этой презентацией. Значит, у нас есть анимация. Для того, чтобы у вас слайды, допустим, менялись красиво. Как это будет выглядеть? Давайте посмотрим и выберем, допустим, вот такой вот вариант. Видите, у нас так промелькнул слайд. К следующему слайду мы можем применить допустим, вот такой вариант. Далее мы можем поставить с вами вот такой вариант. Далее мы еще поставим один вариант. И они будут у вас все меняться по-разному. Вот. Здесь можно применить, во-первых, по щелчку. Это обязательно для того момента, если вы записываете презентацию и озвучиваете ее. Поэтому лучше это сделать по щелчку. Вы можете отрегулировать, будет быстро у вас меняться или медленно. Давайте поставим на всех слайдах среднюю смену кадра. Вот так вот мы с вами сделаем, поменяем. Но если же у вас будет просто презентация, которая будет идти автоматически, если вы ее не ставите на озвучку, вы можете применить автоматическую смену и выставить, через какой период времени ваша презентация будет меняться. Но я вам хочу сказать, самое простое для того, чтобы вы могли записать все то, что здесь есть, вы делаете в ручном режиме. Итак, возвращаемся к первому слайду, на котором у нас стоит просто фоновый рисунок. Мы меняли с вами фон и нажимаем вкладочку «Показ слайдов». Для того, чтобы этот слайд был в пределах вашего экранчика, а не на весь экран растягивался, мы делаем настройку демонстрации. Вот здесь вот обязательно поставьте «Управляемый пользователем» и нажмите «Окей». И сейчас мы сможем с вами нажать и посмотреть вот с текущего слайда, либо сначала. Вот мы с вами смотрим, как у нас меняются наши картинки. И вот здесь, вот вы видите, вот этот полозок у нас идет, да, курсорчиком просто левой кнопкой мышки ставите курсор и кликаете. И вы видите, пошла смена наших слайдов. То, что мы с вами поставили, то, что мы с вами сделали, у нас все это меняется. И, соответственно, когда вы делаете озвучку презентации, вам необходимо просто менять слайд. Когда вы закончили рассказывать людям, что на этом слайде есть, вы щелкаете левой кнопкой мышки и меняете самостоятельно на следующий слайд. Но ведь этого мало. Когда вы сделали для себя презентацию, естественно, вы ее можете сохранить, вы можете ее провести презентацию в комнате конференций. Но большая часть людей хотела бы использовать это в направлении не презентации в конференц-комнате, а в том направлении, чтобы это было выставлено на YouTube, допустим, да, как видеоролик. Что необходимо сделать? В предыдущем уроке я вам показала программу, которая очень простая программа для записи. И сейчас мы ее с вами откроем. Это действительно очень простая программа. Я вам покажу, как ей пользоваться. Вот у нас открылась с вами программка. Мы перенесу вот сюда, вот ниже панельку. И вот это вот окошечко у нас тоже с вами присутствует. Да, вот оно. Вот это окошечко берем вот так и растягиваем на размерчик нашего экрана. Потому что он у нас будет показывать именно в этом размере. У нас здесь есть кнопочка записи и у нас здесь кнопка опции. Если вы озвучиваете презентацию, а я думаю, что пустую презентацию без озвучки вы на YouTube загружать не будете, вам необходимо зайти во вкладку опции. И вот здесь вот необходимо настроить микрофон. Поставить вот эту вкладочку микрофон. После этого вы включаете запись. Естественно, я не буду сейчас записывать, потому что я пишу через другую программу. Я делаю отмену. И чтобы записать, вот смотрите, вам надо включить на показ. Опять включаем сначала. Вот у нас пошел наш кадр первый. Подтягиваем под него, регулируем, чтобы у нас не было здесь лишних вот этих картиночек. Рамочки нашей программы, захватывающие окно. Вот мы подтянули. И нажимаем уже кнопочку запись. И у нас с вами идет запись нашего экранчика. Мы рассказали про этот слайд. Переходим дальше. Слайд у нас поменялся. Опять рассказываем то, что необходимо. Переходим к следующему слайду. И продолжаем все это записывать. Переходим к следующему. И как только ваша презентация будет полностью закончена, полностью вы рассказали то, что вы хотели рассказать, вы нажимаете стоп. Нажали стоп. И у вас есть здесь папочка. Открываем. И видим, что в этой папке у нас с вами есть наша запись. Мы можем ее посмотреть. Вот мы ее сейчас откроем. Вот эта запись наша. Она идет. Сейчас я сделаю поменьше экранчик, чтобы вам было видно. Вот мы с вами записывали. Это именно запись. Вы видите, что внизу шкала показывает, что это была именно запись. Вот таким образом. Нигде не заблудитесь, нигде не потеряйтесь. Для того, чтобы загрузить вам это на YouTube, вам необходимо открыть себе видеоканал. Соответственно, это из почты gmail.com. Там есть переход на YouTube. Зайти туда и нажать кнопку загрузить видео. Самая простая презентация, которую вы можете сделать со своего компьютера при помощи программы PowerPoint. И при помощи вот этой легкой программы OCam записать и загрузить свой первый видеоролик с вашей первой презентации. Мы с вами посмотрели, как создать презентацию самую простую. Мы посмотрели, как можно ее записать. А также нам ведь необходимо еще ее и сохранить. Для того, чтобы сохранить нашу презентацию, нажимаем вот на эту вкладочку, выбираем строку «Сохранить как» и сохраняем презентацию PowerPoint. Вот здесь мы с вами должны дать название и выбрать папочку, куда мы сохраняем свою презентацию. И, допустим, я выбираю папку, делаем презентацию и даю название. Первая презентация. Ну, любое название, да? И нажимаем «Сохранить». Все. Сейчас мы можем это все закрыть, открыть папку, где мы это сохранили. И мы видим, вот она, наша презентация, которая у нас с вами была загружена, которую мы с вами можем посмотреть, опять же, подредактировать, потому что она подлежит редактированию. И все вы это прекрасно понимаете. Давайте посмотрим. И вставим сюда еще один рисунок, чтобы вам было понятно, что это действительно редактируется. Вот, допустим, давайте калькулятор поставим. Вот, видите, да? Вот мы поставили калькулятор. Мы опять же перенесем верхнюю шапочку нашу, вот такую баннерную, да? И продолжаем творить нашу презентацию. Вы можете отойти от презентации, подумать, что вам в нее надо добавить, отредактировать, убрать какие-то картинки, потому что они также убираются. Мы можем просто вырезать картиночку, либо мы ее можем вставить обратно, да? Мы можем здесь сделать очень много вещей, и, соответственно, все это поменять на тот вариант, который вам будет подходить. После того, как ваша презентация будет полностью готова, вы делаете то, что я вам показала немножко ранее. Записываете с озвучкой и загружаете презентацию на канал YouTube. На этом все. Желаю всем успехов и желаю всем шикарных презентаций и первых видеороликов, именно видеопрезентаций на вашем канале. Продолжение следует...